Здравствуйте! В эфире новости телеканала Катунь24. С главными событиями этого утра познакомлю вас я, Глеб Полянский, а теперь главным темам выпуска. Правительство Алтайского края и Российский союз сельской молодежи заключили соглашение о сотрудничестве. Барнаульские волонтеры помогли питомцам кинологической службы Росгвардии, которые выполняют служебно-боевые задачи в зоне специальной военной операции. Снежную историю готовит для маленьких зрителей театр кукол-сказка. В мастерской кипит работа, создаются куклы и элементы декорации. Правительство Алтайского края и Российский союз сельской молодежи заключили соглашение о сотрудничестве. Соглашение подписали губернатор Виктор Томенко и председатель общероссийской молодежной общественной организации Дмитрий Пикуровский. Подписание соглашения состоялось в дни слета сельской молодежи Сибирского федерального округа. Виктор Томенко напомнил, что на Алтае более полутора тысяч сельских населенных пунктов. Там живет около половины населения края. Поэтому задача власти – сделать жизнь в селах комфортной, в том числе для молодежи. Соглашение будет способствовать этой работе. Такое хорошее направление нашего сотрудничества, оно будет свою роль вносить в то, чтобы жизнь на селе у нас становилась лучше. Ну, а мы, как органы власти, будем продолжать сельский образ жизни поддерживать. Сельские территории наши, ну, подвигать, доводить вот до этого нашего алтайского сельского стандарта. И в целом делать жизнь в нашем крае, ну, более высокого уровня, более качественной для того, чтобы людям хотелось здесь жить и чтобы они здесь чувствовали себя счастливыми. Дмитрий Пикуровский назвал важным проектом этого года программу «Кадры для села». Она разработана по поручению президента и включает много различных направлений. Алтайский край стал пилотным регионом для ее реализации. Мы на все 100, даже на все 200 процентов успешно реализуем мероприятия программы, поскольку в регионе действуется активно наше алтайское региональное отделение, которое входит в десятку лучших по стране. И, конечно же, вместе с ребятами при поддержке Виктора Петровича мы сможем ярко заявить о себе и вместе создавать большие возможности для наших маленьких сел. Орден «Мать-героиня» получила жительница поселка Мирный из Анального района Мария Балакина. Женщине 88 лет и у нее 10 детей. Отмечу, такой орден получают не за рождение, а за достойное воспитание. Сыновья и дочери Марии Петровны получили образование, стали профессионалами и обзавелись собственными семьями. Снежную историю готовит для маленьких зрителей театр «Кукол-сказка». Это новая постановка в театре на подушках. В мастерской кипит работа, создают куклы и элементы декорации. Там побывала наша съемочная группа. Всем привет, зрители телеканала Катунь-24. Меня зовут Ёжик. Я персонаж новой постановки театра «Кукол. Снежная история». Уже в декабре мы покажем нашу добрую сказку нашим гостям. Ну вот и познакомились. Самое важное — подружиться с главным героем. А он уже нас проведет в мастерскую, где мы можем пообщаться с остальными персонажами и посмотреть, как бутафорский цех готовится к премьере. По дружбе, конечно. Даже колючки у Ёжика в этом спектакле мягкие. Все потому, что история и снежная, и нежная. Он очень любознательный. Это отлично показывают детали его образа, очки и блокнот. А сделан главный герой из пряжи. Задача у художника была создать таких приятных и по оттенкам, и по материалам персонажей, чтобы их захотелось потрогать. Белочка у нас домохозяйка. Белочка домохозяйка, очень активная. У него фартучек. Она будет вся в заготовках. То есть она такая прям деловая, скажем так. Друг Ёжика – это медведь. Вот они вот такие вдвоем. Медведь такой серьезный, большой. А Ёжик маленький и активный. Есть еще Заяц. Заяц у нас спортсмен. Тоже довольно-таки колоритный персонаж. И есть еще один персонаж. Он совсем маленький, но очень мудрый. Это муравей. Дедушка муравей. Лучшие друзья, Ёжик и Медвежонок, как известно, на зиму впадают в спячку. И, конечно же, не знают, какой замечательный праздник Новый год. Их товарищи, Белочка и Зайчик, хотят несправедливость эту исправить. Чтобы друзья не проспали торжество, решено устроить его осенью. Отправиться в лес, петь под гитару, собрать подарки и попить чаю ёлки. Вместе со зрителями театра на подушках. Вот мы решили создать такую нежную историю, где люди могли бы сказать друг другу комплименты, понаблюдать за звездами, послушать пение птиц, попить чай, в конце концов. И вот как-то это совместить с новогодним праздником. Потому что Новый год, это все-таки беготня, это веселье. Мы привыкли к тому, что Новый год, это новогодняя суета, нам все это нравится, ритм. Но захотелось, может быть, в пику этому ритму создать такую историю. По секрету, природа подыграет друзьям в конце и осенью, пусть и в ненастоящий Новый год, пойдет снег. Кроме этого, режиссер планирует использовать живую музыку и эко-ароматы. Зрителями, кстати, могут быть дети старше трех лет. Верхнего ограничения нет. Анна Маскаленко, Сергей Сидых, новости. Барнаульские волонтеры помогли питомцам кинологической службы Росгвардии, которые выполняют служебно-боевые задачи в зоне специальной военной операции. Активисты движения «Четвероногие бойцы Сибири», которая работает на базе благотворительного фонда помощи бездомным животным Герда, узнали о сложностях с поставками импортных медикаментов для собак. Они оперативно закупили партию дорогостоящих ветеринарных препаратов, а также специальный корм. Осуществить вот это мероприятие, покупку дорогостоящих препаратов, такие как Бровекта и еще ряд препаратов кормов помог фонду это оригинальное отделение «Единой России», депутат Алтайского ЗАГСобрания, координатор по вопросам СВО в Алтайском крае Голоборотика Денис Александрович, которым мы выражаем большую благодарность. В зоне специальной военной операции служебные собаки работают в составе инженерно-технических подразделений Росгвардии. Они ежедневно рискуют жизнью наравне с людьми. Четвероногие напарники помогают бойцам спецназа разминировать освобожденные территории, ищут взрывчатые вещества и неразорвавшиеся боеприпасы, несут службу на блокпостах. Наши четвероногие питомцы наравне с бойцами спецподразделений выполняют служебную боевую задачу на Донбассе. И эта помощь, безусловно, для них очень важна. В ближайшие дни весь груз будет направлен в зону специальной военной операции. Магазин «Зенден» в новом формате открылся в торгово-развлекательном центре «Арена» в Барнауле. В компании позаботились об удобстве покупателей. Теперь магазин зонируется по брендам, чтобы каждый без труда нашел подходящую пару обуви. «Зенден» «Инстрит» «Кватрокомфорта» «Морисета» «Пульс». Теперь эти марки обуви без труда можно найти в барнаульском ТРЦ «Арена». Магазин «Зенден» открылся в новом формате. Он зонируется и карнируется по брендам. Здесь представлена обувь для взрослых, детей, молодежи, деловых людей и тех, кому важен комфорт. «Бренд «Зенден» это классическая обувь для деловых людей. «Кватрокомфорта» это обувь для тех, кто любит городские прогулки, походы, загородные поездки. «Пульс» это бренд в стиле фэшн-спорт. «Инстрит» обувь для молодежи, всегда модные и трендовые модели. Бренд «Морисета» это классические силуэты и комфортные модели обуви. «Зенден» российская компания с 26-летней историей, занимает лидирующие позиции в своем ценовом сегменте. По всей стране работают больше 270 магазинов. Компания активно развивается и стремится удовлетворить высокие запросы самого искушенного покупателя. «Я сегодня приобрела зимнюю обувь в магазине «Зенден». Мне очень понравилось. Была необычная моделька, она меня прям зацепила, выбирала между обычной и вот этой вот эксклюзивной, так скажем, выбрала эксклюзивную с необычной шнуровкой. Прикольная, теплая, легкая. Мне очень понравилось. Девочки очень приятные, не навязчивые, что самое главное. Сориентировали, все быстренько принесли, подсказали. В общем, довольна». В счастье открытия «Зенден» в новом формате все покупатели получили приятные сюрпризы, дополнительные бонусы на покупки. «Зенден» сегодня – это новейшие технологии производства обуви, высокий уровень качества и широкий ассортимент моделей. «Обувь «Зенден» – это обувь для всей семьи на 365 дней в году. Приходите в «Зенден» и выберите обувь своей мечты». Елена Самарина, Сергей Седых. Новости. А у меня все к этому часу. Хорошего дня.